Тверскую область ждёт очередная волна снегопадов. Между тем, в населённых пунктах региона немало дворов, где до сих пор не разобрались с последствиями выпадения предыдущих осадков. И к жителям одной из многогетажек столицы Верхней Волжи на помощь пришли активисты. Этот дом на улице Румянцево построили относительно недавно. Здание немаленькое, и дворник с трудом справляется с уборкой снега по всему периметру. И эта история не единична. Как показывают наши опросы, сегодня содержание придомовых территорий – это тема, твёрдо занимающая место в топе самых насущных проблем горожан. В итоге местные жильцы решили обратиться к депутату Госдумы Владимиру Васильеву, который помог организовать активистов. Среди них и член молодёжной палаты региона Иван Веселов. Мы, как активная молодёжь, решили принять в этом участие, то есть оказать помощь. То есть та, которая возможна с нашей стороны, это физическая. Ну и в принципе, чтобы люди как минимум чувствовали себя в безопасности, облегчили немного жизни. Потому что люди тоже бывают разные. Кто-то по движению ограничен. Это опять же те же люди, которые уже в возрасте. Также на помощь этому дому пришли и школьники. А кроме того, спортсмена одной из городских школ по самбо. Ребята отмечают, что такая работа на свежем воздухе стала для них отличной тренировкой. Но самое главное здесь, конечно же, осознание того, что ты сделал важное дело. Причём многие из активистов говорят, что часто помогают своим соседям по дому. В первую очередь пожилым людям. Около дома я помогаю пожилым своим соседям. Когда они выходят, я подхожу, говорю, нужна ли вам помощь. Даже если они говорят нет, я всё равно пытаюсь чем-то помочь. Это доброе дело, полезное. Людям другим помогаем. Снег очищаем, помогаем вам. И всё такое дело. Нас тренер учит помогать пожилым людям и всякое такое. И мы считаем, что это хорошее дело. И мы всегда рады всем помочь. Не остался в стороне и депутат Тверской думы Дмитрий Нечаев. Это его округ. И он постоянно старается приходить на помощь людям. Когда как организатор, а когда и личным примером показывая, что народный избранник порой должен уметь работать не только с бумагами, но и ледорубом. Что касается этого двора, то жители дома мечтают о более толковом обустройстве территории. С чем они также обратились к Владимиру Васильеву. Он поддержал идущую, как говорится, снизу инициативу. И он нашёл возможность поддержать эту инициативу. И откликнулись граждане, которые тоже готовы в этом поучаствовать. Представители социально ответственного бизнеса. И планируется вот здесь часть территории отдать под баскетбольную и волейбольную площадку. Её огородить и благоустроить. Ну и сделать очень востребованную сейчас воркаутную площадку. Для того, чтобы ребята могли заниматься на перекладинах, на брусьях. Работы планируется начать уже весной, как только сойдёт снег. Чтобы самое позднее, к первому сентября, окрестная молодёжь уже смогла бы заниматься здесь спортом. Продолжение следует...